Доброе утро, друзья! Мы снова в молодом саду, которому исполнилось ровно два года. Весна 2015-го еще раз я вам показываю эти фотографии, как закладывался сад. Это очень-очень важно. Спустя два года я вам уже кое-что показал. Цветение абрикосов показал, оно заканчивается. Вот так видите? Но были морозцы. Морозы, морозцы 2-3 градуса. Это для абрикосов предел. И действительно, если приглядеться, здесь есть как бы прихваченные морозом. Вон они цветы. А есть совершенно свеженькие цветы. Видели? В чем разница? Дело в том, что... Вначале я вообще просто объясню, зачем мы здесь. Я хочу, чтобы вы с этим садом прожили несколько лет. И у вас параллельно должен развиваться такой же сад. Самое главное, чтобы вы его не уничтожили собственными руками. Вот этот я уничтожаю. То есть сокращаю ему жизнь. Я забыл сказать, когда я проклинал обрезку, ту самую. В предыдущем фильме вы видели. Каждая обрезка привела к потере здоровой ветки. То есть вот, если я вот так вот... Это правда в том саду, который... Там же, с той стороны дороги. Но если я вот здесь вот обрезал, почти без всякого страха. Видите? И вот эта ветка будет жива. Если только не случится предельный уже мороз. А там они ветки вот так вот тут обрезал. А ветка вся мертва. Я вам показал их, наверное, добрый десяток. На двух молодых деревьях. Смысл? В чем разница? Обрезка на заготовку черенков производилась в конце ноября после первых 10, 15 и даже 20 градусов мороза. Вот после этого полностью спящих деревьев. Но впереди была страшная зима. И даже вот такая вот обрезочка, вот такая вот, привела к потере части у молодых, прекраснейших деревьев. Вы видели фотографии от которых... Которые приведут в восторг любого академика. Часть веток была мертва из-за обрезки в ноябре. А вот это весенняя обрезка. Я бы ее тоже не делал. Вот смотрите. Вникайте. Вот здесь ничего не отрезано. Ничего. В чем разница? А в том, что это сеянец, этот саженец не привит. Вот он красавчик. Видите, как, кстати, на холм посадил. Первый год, второй год, ему три года. Нет, не так. Первый год. Ему был один год, когда я его сюда посадил. Еще два года. Здесь неплохо удобренная земля была предыдущим хозяином. То есть он завозил перегной. Вот. На том саду, где... У меня основной сад, там перегной почти не пахнет. И вот, значит, абсолютно он сеянец. Я не собираюсь с него брать ветки на черенкование. Но какой смысл мне его резать? Только потому, что странные люди, я уже их по-разному обзывал, да? Вот. Теперь я их уже называю странными. Потому, что неважно, сеянец, привитый лиц. Все равно почему-то нужно все это отрезать. Вот. Все равно нужно. И в результате теряется самое страшное. Теряется марозостойкость. И вот этот я не обрезаю, потому, что этот же сеянец, значит, с него я не собираюсь селенки брать. Я еще посмотрю, что сеянца получится. И так ему три года. И на четвертый год он зацвел. Даже довольно рановато для абрикоса. Ну вот, возвращаемся к абрикосу, где мы сейчас только были. Вот. Видите пенечки? Видели? Вот. Дело в том, что это у меня пенечки. Пенечки, 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 пенечки. Это дерево. Я еще не видя, какие на нем будут плоды. А отклонения бывают разные. Я его превратил в маточные. А маточные, значит, обрекаю на более короткую жизнь. Обрезка весной тоже плохо. Тоже опасна, тоже вредна, тоже снижает морозостойкость. Но не в такой степени, как предзимняя. Друзья, все лунные календари, а в каждом из них практически найдете. Обрезка летняя, обрезка осенняя, обрезка зимняя. Причем там настоятельно рекомендуют это делать. У вас есть у всех эти самые уличные туалеты. На каждом туалете есть гвоздик. Или сразу сжигайте от греха. А то сидя в туалете, вы можете еще и прочитать сдуру, что там надо срочно резать осень. Причем конкретные дни. Очень полезно. И вот этих, я их называю прямо, лунные календари, дебильными. А тех, кто в научной литературе учит, что абрикос нуждается в ежегодной обрезке, я их теперь уже другое слово, чтобы не материться, но говорю странные. Вот так. Ну и вот предел. Ну подняли о чем речь. Просто не могу остановиться. Мне трудно противостоять этой страшной агитации по уничтожению деревьев. Еще раз. Маточное дерево вынужден резать. Почему? Каждое, вот здесь вот пойдут ветки. Ветки, ветки боковые. И уже на следующий год оно даст. Тут был раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так мог бы взять веток раньше, но не брал. Почему не брал? Я не знаю, что здесь вырастет, какие плоды будут. На следующий год их будет раз, два, три, четыре, шесть, восемь, девять. Вместо десятка их будет уже порядка три, четыре десятка. И еще, если будут прекрасные плоды, а плоды будут, вот. Тогда будем продолжать резать, но всегда резать ветки последнего года. Почему? Я уже столько раз рассказывал, не хочу отклоняться. Иначе опять будут мне говорить, что вы прыгаете с одного на другое. Итак, что мы имеем? Возвращаюсь. Мы имеем прихваченные морозцем цветы. Видно прекрасно. Видите? Вот они выглядят вот так всегда. Вот, вот, вот так. Вот это прихваченные морозцем. Я от них ничего не жду. Вот. Бывают и завязываются плоды, потом отваливаются они неполноценно. Но, деревья мудры, природа мудра. Господь создав этот мир, Он нам дал шанс его поддерживать как? Вот садим деревья, да. Вот, казалось бы, все мертво. И вторая волна цветения. То есть, совершенно чистенькие. Уже после, заметьте, после заморозков, 2-3, минус 2-3. А это предел для абрикосов. Даже для моих. Ну, может быть, 4 предела для моих. Потому что, все-таки, я точно установить не могу. Это надо в деревне жить и на градусах смотреть каждую ночь. Вот. Посмотрите на это. Они появились позже. Заморозков. И теперь, какой худобедный урожайщик будет. Это, я называю, резерв главного командования. Так мудро устроила природа. Второе, добавочное цветение. Вот. Поэтому я почти никогда без абрикосов не остаюсь. Вот. Годы не теряю на испытания новых сортов. Дело в том, что, еще раз, я уже, 200 с лишним фильмом, я уже говорил об этом. Друзья, дело в том, что, когда вы делаете летнюю обрезку, и, причем, переводите, как бы, дерево на плодоношение, скорее всего, это есть один из способов. Он тоже садистский. Почему? Кажется, да, действительно, раньше закладывает почки, раньше заплодносит. Теряется морозостойкий способ. Часть деревьев погибает, часть деревьев прихватит. Почему? Если почка пробуждается летом, а она, если летом вот так вот делаете, она обязательно пробудится. Обязательно. Только вы можете не заметить, настолько, она чуть-чуть, ей же надо расти, ей надо программу менять. Дерево же готовится к смерти, когда вот так вот в середине лета вы делаете. Еще раз говорю, самая безобидная обрезка ранней весной, хотя лучше ее не делать никогда. Вот же не делаю я, видите. Вот. Почему? Нет необходимости. А это ради заработка, ради того, чтобы купить хлеб, масло. Вот. Ну и получается так. Значит, с июль, август. Открыли календарь. Лунный, любой. А там написано. Такого-то часа делать обрезку. Да, почка не станет, иногда бывает вот так вот даже, случается такое, и потом морозом бивает. Но чаще почка не успевает, она только чуть-чуть набухнет, и уже между минус 40 выдержит минус 30. Сильнее набухнет перед зимой, минус 20 выдержит. Понимаете, о чем речь идет? А этого не знает ни один человек на планете. Почему? Потому что я сколько пишу, долблю, нельзя делать летнюю обрезку. Нельзя переводить ростовые почки, программу менять на плодоношение. Это дерево вынуждено это делать, готовясь к гибели. Вы его изувечили, оно быстрее, может успеет дать плоды. Ведь у них же на исторической родине это намного длиннее лета и осень. И зима короче, и зима не такая страшная. А у нас все это гибнет. Деревья изолетние обрезки теряют от нескольких градусов морозостойкости, до нескольких десятков градусов морозостойкости. Уловили, поймите, поверьте. И это все пройдено, это все это. Просто надо было все это пройти в Сибири, а не на юге. Потом это механически переносится на север. Вот. Ну как еще убеждать? Ну как? Как сделать, чтобы вы вот взяли этот ролик и написали, нажали на мышку это самое, копировать, отправили пятерым друзьям. Те еще пятерым. За несколько суток весь мир могут обойти вот эти советы. Ну нет же, как вот 300-500 просмотров, ну тысяча. И идут год за годом, а те же 300-500 тысяч просмотров. Да что же это такое? Неужели никому ничего не надо, а? Ну. И вот из-за этих слов, из-за того, что я к вам предъявляю претензии, к друзьям. Меня уже это самое, скоро, наверное, и смотреть перестанут. Хочется бы так благодать. Посмотрел полфильма, зевнул. Вот. Еще раз говорю, умоляю, помогите садоводству. Пересылайте то, что я говорю. То, что я говорю, это страшные вещи, говорю. И говорю, как от них избавиться. Вот всего, что нужно, вот, чтобы не подходить к сеянцу. Не подходить. Зачем вам ветки с него? Зачем тогда резать? Зачем калечить? Кто придумал это? Кто-то когда-то экспериментировал? Побрезал к черту, получил урожай. Да у меня он на четвертый год зацвело. На четвертый, без всякой обрезки. Единственная обрезка была при посадке. Вот, видите? Смотрите сюда. Вон они, цветы. Ладно, следующая тема.